Дзюба будет сидеть на лавке с своим контрактом? Он понимает, что зарплата вряд ли будет увеличена. Новый контракт Дзюбы это 3,6 миллиона евро в год. Для ботинка это хорошая зарплата или не очень? Субтитры сделал DimaTorzok Дзюба заработал почти за 5 лет в Зените и еще пудра, пару сотен миллионов на сдачу. Сейчас у него получается новый контракт 3,6 миллиона в год. Я тут посчитал, посмотрел, средняя зарплата россиянина. Она составляет 47 тысяч рублей. Я не знаю, что это... Каким критерием? Какая-то большая такая... Я думаю, во многих регионах бы очень удивились. Я думаю, если бы узнали об этом в Омске, что человек зарабатывает 47 тысяч, устроили бы охоту на этого человека. Я посчитал, что за 40 лет труда... Ну, человек обычно трудится 40 лет, да? Человек заработает, россиянин, средний 23 миллиона, примерно, рублей. Как думаешь, за сколько Дзюба такую сумму заработает? 35 дней примерно. 35 дней. То есть за 35 дней Дзюба заработает столько, сколько обычный россиянин за всю жизнь. И меня в этом смысле всегда бесят, раздражают разговоры людей. Вот, мол, футболисты зарабатывают так хорошо. Это справедливо. Потому что они... Типа карьера закончится? Потому что карьера закончится, и что им делать? Карьера у них краткосрочная. Ну, Дзюбу-то пристроили. Так вот подумайте, а зачем их пристраивать? Он за 35 дней заработает столько, сколько ты за всю свою жизнь заработаешь. Слушай, ну ладно, хорошо. Даете вы Дзюбе эти деньги? Да бог с ним. Он вообще совсем хотел 4 года контракт. Зенит дает ему 2 плюс... Вроде как дает 2 плюс 1. А ему уже почти 32 года, да? Ему 32 года. Не дай бог, какая травма. Не дай бог, он выпадет из состава. Потому что есть Кокорин, есть Малком, поедет за весной. И чего? Дзюба будет сеть на лавке с своим контрактом? Слушай, ну он в свое время же мог уехать в Европу, да? Да нет, он мог уехать в Китай. Да это все, это разговоры. Как будто бы отказался он от Китая, от 6 миллионов. Все это, мне кажется, больше, чем не больше, чем разговоры. Я знаю, что в топ-клубах, тем, кто старше 31, вот так 32 года, как Дзюба дает, год контракт, год. И потом, если человек все нормально, всем продлевает просто. Каждый год. Все, что... Извините, кстати, так Жирковым делал. Жирковым, Киржаковым, Вратаревым. А вот Дзюбе будет в следующем летом, 32 года. Сейчас, как нам рассказывают, идет разговор о сроке контракта. Дзюба вроде хочет 4 года, Зенит готов дать 2 плюс 1. Как вы считаете, вот в данной ситуации, кто ближе к истине? Игрок, понимая, что это последний его контракт... Последний хлебный, так скажем, контракт. Да, последний хлебный контракт, потом можно где-то доигрывать, да? Он, конечно, постарается максимум с этого контракта выжить. Ему нужен, во-первых, максимальный срок. Во-вторых, он понимает, что зарплата вряд ли будет увеличена. Я думаю, что юрист Дзюбы будет просить какой-то бонус за подписание. Переподписывать контракт, конечно, Дзюба захочет на 4 года. Я думаю, что реально для него 3 года подписать, если Зенит пойдет на это, это будет очень хорошо. А если Зенит возьмет паузу? Это будет очень рискованно. Можно потерять Дзюба? Это будет рискованно, потому что Дзюба имеет право уже сейчас договариваться, да? Ну, а куда он может уйти? В локомотив, может? Ну, а почему нет? А почему нет? О, смотри, старина Петровский, еще не снесли, стоит. Ну, вообще, первый матч в чемпионате России Дзюба сыграл вот здесь. Зенит-Динамо, за Динамо играл Кокорин тогда, тренировал Кобелев, а Зенит бил из Бош. Халк играл. И вот Дзюба вышел. Первый матч, почему его заменили на 78-й минуте? Не забил, но Зенит в игол 2-1. И встретили его так, объявление, кто-то свистел, потому что, ну, Спартач пришел на Петровском. Не знаю, доведется ли когда-нибудь Дзюба еще сыграть здесь. На Петровском некому играть сейчас, просто некому. Он стоит, вот, как этот Белый Слон, да, называется, стадион, где никто не играет. Вот, он такой же превращается. Нет второй команды в Питере. Искусственные попытки создать ничем не увенчают. Динамо, сейчас Ленинградис, это все ерунда. Давай, ну что, все, сейчас увижу своего героя детства. Это кто? Хоха, говорящий ботинок. Он детские передачи вел, потом он заснул, говорит, а сейчас опять проснулся и стал уже большим. Но он про Дзюбу знает что-то? Конечно. На вираж ходит? Не знаю, вот сейчас и спросим. Сейчас спросим, поехали. Хоха, скажите, пожалуйста, знаете ли вы Дзюбу? Ну, конечно, кто же не знает Дзюбу? Это знаменитый футболист, играет за наш Зенит, герой чемпионата мира. Это просто очень-очень крутой человек. То есть вы вообще болельщик футбола, получается? Ну, конечно, все следим за футболом. Ты же понимаешь, я главный ленинградский хулиган был, между прочим. И за футболом, ну, футбол тоже люблю, футбол это для меня лучшая игра. Я же ботинок, понимаешь, я бью мяч. То есть на вираж вы тоже ходите, раз вы хулиган? Ну, вираж я еще, конечно, не дороже до этого, но наверняка в ближайшее время обязательно, возможно, меня туда пригласят. Хотя не уверен. Хоха, а если Зенит и Дзюба не договорятся о новом контракте, ты сильно расстроишься, если он уйдет? Я так скажу, футбол это все-таки командная игра. И в этом плане главное, чтобы команда играла хорошо. Ну, бывает так, что игрок подходит или не подходит, договаривается или не договаривается. Это же дело второе. Главное, что была хорошая команда, люби Зенит, больше побед. Новый контракт Дзюбы это 3,6 миллиона евро в год. Для ботинка это хорошая зарплата или не очень? Понимаете, я очень долго спал, я 18 лет провел в спячке. Объясните, что такое 3,6 миллиона евро? Евро это такая валюта, общеевропейская, все страны Европы объединились в одно такое большое экономическое государство. 70 рублей это 1 евро. Давайте так, сколько можно купить на эти деньги квартир на Крестовском? Я думаю, одну, наверное. Но, собственно, Дзюба, наверное, так и сделал. Ну, в общем, понимаете, в футболе, как мне кажется, как раньше было, деньги играли второстепенную роль. Все играли за победу любимой команды и любимого клуба. Тут, конечно, я не знаю, кто как к деньгам относится. Много это или мало? Каждому же свое, понимаете? Здравствуйте. А вы Дзюбу знаете? Кого? Дзюбу. Да. В футбол играете? Да. А в Питере живете? Нет, в Якутии. Вы за то, чтобы Дзюбу в Дзюбу знаете, играл, остался? Да. У него контракт там большой, 8 рублей в секунду зарабатывает. Немного? Мало. А сколько надо? Не знаю, много. Здравствуйте. А вы Дзюбу знаете? Нет. Как? Не любите футболиста? Ну, когда научится играть, буду любить. Как научится? На чемпионате мира вам мало было? Это не игра, это позор. Ну как, нельзя все время выигрывать, это футбол. Я император, я всегда выигрываю. Прошу прощения, Петр, вы начинали Северную войну с поражением. Ну, видишь, Дзюба такой человек, он как Мутко, вот они похожи. Ну, я сейчас объясню, был на Олимпиаде в Сочи, мы вместе с тобой были. Первая неделя Россия нигде особо ничего не выигрывает, Мутко не видно, не слышно. Вторая неделя, когда везде поварили медали, даже в лыжах. Я помню, как я к нему лез по трибунам, он такой радостный был, выиграл золото в лыжах, все. И он говорит, я же вам говорил, что все будет хорошо. Конечно, конечно. Так же и с Дзюба, когда все забивает, он выходит, грудь колесом. Когда плохо в том году, Зенит Лиги Европы проиграл, выходит Дзюба, вы нас поносите, журналист, не буду с вами говорить. Сейчас, опять же, вот был матч с Бенфикой, вылетели, проиграли, Дзюба не пошел к болельщикам, не похлопал. Хотя его никто не оскорблял. Артем, можно? Ну, что ты говоришь? Одно слово есть, обострали совсем. Набираем агенту Александра Кокорина, который будет конкурировать с Дзюбой весной. Добрый день, это вас из спорта день за днем беспокоит. Александр Ковокин, удобно сейчас вам говорить? Говорить мне всегда удобно, смотря о чем. Об Александре Кокорине хотели вас спросить, как его самочувствие, и есть ли готовность конкурировать за место в составе «Зенита». Потому что конкуренция будет очень серьезная. Вы будете вести переговоры о новом контракте уже по окончании сезона? Я не готов на эту тему давать комментарий. Но он весной-то на поле выйдет? Да, я снять. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь там даст указания и его не зарегистрируют. Ну, сейчас вроде нет уже оснований для этого, никаких. Ну, мы можем дискутировать бесконечно долго, да? Да. Мы же понимаем, как бывает. По факту, хорошо. Просто нам постоянно рассказывают, что Александр в отличной форме, набрал прекрасные кондиции. Вот нам уже не терпится его увидеть на поле. И мы видим, что он будет конкурентом Дзюбы на данный момент. По позиции, если брать. Завтра с этого не произойдет. Правильно. Завтра нет. Ну, не о чем разговаривать. Нет, нам хочется прежде всего увидеть Александра на поле. Поэтому удачи вам и вашему клиенту. Ждем на поле. Жалко, что не в феврале в Ярокубках. Теперь только в марте. Слушай, я думал, он скажет, когда он начал спичь, мало ли кто кому-то даст. Я думал, он скажет, мало ли кто кого-то еще раз стулом даст. Да, да, да. Это было бы ярко. Кокорину тоже еще набирать, да набирать. Нам все говорят, что он в сумасшедшей форме. Да нет. Но он в сумасшедшей тренировочной форме. Игровые связи нарушены. Игрового ритма нет. Это набирать и набирать. Но Дзюба даже при Кокорине и Майлками будет в основе играть. Потому что он доказал свою состоятельность. Он вырос. Он, посмотрите, сейчас стал ведущим игроком. Зенита ведь, да? Без него Зенит мы сейчас и не мыслим. И Дзюба он сейчас в такой форме, когда он не опустится ниже определенного уровня. Он может хуже сыграть, может лучше. Но это уровень для Зенита. Ладно, холодно. Пойдем выйдем на связь с солнечной Португалией. Ребята все знают про Зенит. Вчера посмотрели. Привет, Португалия. Привет всем из солнечной Португалии. Меня зовут Антон. Канал YouTube-канал Russian Football. Короче, первое. В моем понимании Артем Дзюба это тот футболист, который больше других заслуживает продления с ним договора. Он приносит Зениту не только очки голы, что самое главное, конечно же, но приносит еще определенные имиджевые поблажки, имиджевый заработок. И вот вся эта история, которая сейчас происходит, она щепотка по сравнению с тем, что вокруг Дзюбы есть, когда он приезжает в большие города и так далее. То есть та группа, которая якобы сейчас там не очень любит Дзюбу, обвиняет его чем-то по сравнению с той группой болельщиков, которая любит Артема Дзюбу, она, ну, ничто. В общем, я считаю, что Дзюба это лицо нынешнего Зенита, не только Зенита, но, наверное, всего российского футбола. Поэтому, конечно же, он заслуживает продления контракта. Будет ли он продлен или нет? Ну, насколько мне известно, то да. Не знаю, там несколько месяцев назад была практически стопроцентная информация о том, что Алексей Борисович Миллер никуда и никогда и ни за какие деньги не хотел отпускать Артема. Вот, в принципе, что там несколько месяцев назад я лично знал. Сейчас я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Я думаю, что контракт будет продлен. Не объявляю только потому, что есть вот этот документ, подписанный с Мендышем. Соответственно, после 1 января контракт будет объявлен о том, что Артем Дзюба остается в Зените. Насколько? Ну, я думаю, что 2 плюс 1, в принципе, это реальная история. Ну, смотри, получается, если говорить о героях, то он действительно во время чемпионата мира стал героем России. Как на него смотрели, он ездил по городам. Помнишь, как собирались Дзюба? На первых рядах сидели, целовали его, обнимали, смотрели влюбленными глазами. Ну да, он стал любимцем, да. С каждого матча была новость. Буквально носили на руках по всей стране. А сейчас Дзюба опять такой злодей, да? Ну, только так, для московской публики, мне кажется. Мне кажется, для части петербургских болельщиков, после вот этой истории с задержанием фанатов, как-то немножко щелкнули. Ну, немножко людей, видишь, задело, что Дзюбу защищают, а до этого там и Широкова поливали, и Жиркова поливали. Быстрого. Да, и быстрого, и как-то никто не вмешивался особенно. Вот, а тут за Дзюбу сразу там и глушилки матные, и там такие решения жесткие по фанатам. Вот это вот, то есть людям не нравятся, когда двойные стандарты. Вот в чем дело. Но если все-таки «Зенит» не предложит новый контракт Дзюбе, вы готовы, Хоха, вести с ним передачу авторскую вдвоем на 78-м канале? С Дзюбой? Ну, конечно. Ну, конечно, готов. Я всегда готов общаться с интересными людьми, которые сделали много для футбола, не только петербургского, но и российского. Дзюба, все знают, что в следующем летом... Вы ко мне в Дзюбу обращаетесь? Хоха! Хоха, все знают, что Дзюбе в следующем летом исполнится 32 года. Сколько вам лет? Знаете, я не могу говорить о своем возрасте. Я по ботинку не могу понять. Ну, я немного, знаете, как видите, подрос, все-таки я... Ну, мы с ним примерно ровесники, я его, конечно, чуть постарше в этом плане, но в футбол он играет лучше меня определенно. То есть, подождите, если вы почти ровесники, то, в принципе, внутри может быть и Дзюба? Может быть и Дзюба. А что вы думали? Все секреты так скроются? Я могу только одно сделать, смотрите. Оп! Ну, вообще похоже. А дальше догадываетесь, кто я и кто там в ботинке. Здесь началась новая история «Зенита». Да, вон, «Газпром». Вот, здесь они. Здесь началась история. Это и главное. Тут, наверное, все боссы приезжают. Здесь могут принимать решения по контракту Дзюбы. Но если бы они не пришли с налогами сюда, в Питер, то, естественно, они бы это здание не занимали. Здесь была бы крайне другая там... И «Зенит» был бы совсем другим сейчас. Ну, «Зенит» был бы, может быть, не с такими большими деньгами. Вот. Просто Миллер очень любит футбол, любит «Зенит». То есть здесь находится банкомат, где Дзюба снимает... Нет, здесь сидят люди, которые этот банкомат заправляют деньги. Пока есть «Газ», Дзюба может спать спокойно. Дзюба все-таки внес большой вклад. И в чемпионство «Зенита», да. То есть давайте, он пять лет играет в «Зените». Да, пять лет играет он. Еще есть такой момент, что в «Зените» есть, например, Малком, которого подписали, он не играет, но получает он очень немеренно. И Дзюба, наверное, обидно, да? Про Малкома я вообще представить себе не могу. Как можно 40 миллионов потратить за больного игрока? Несчастный случай, говорит. Слушайте, какой же это несчастный случай? Вы берете игрока за такую сумму. Вы слушайте, до атомов вы вас должны проверить. Понимаете? А вы с такой травмой, которая там, я не знаю, но это сумасшедшая травма, вы берете этого игрока. Это говорит о том, что в «Зените» абсолютно безответственность. Вот эти деньги, которые в «Зените» сыпятся со всех сторон, да, они влияют отрицательно на клуб. Посмотрите, мы перестали видеть Аршавиных, Киржаковых, Быстровых, да. В «Зените» нету их. Академия какая, они говорят, что у нас там 180 филиалов школы, у нас там это, тысячи детей. Где эти дети? Разъезжаются по клубам ФНЛ, ПФЛ. Правильно. А где же в «Зените»-то подпитка? А в «Зените» говорят, что слишком большие результаты команда претендует, и молодежь слишком рискованна. Что это значит? Это значит, тогда не надо Академию, закройте ее, зачем вы тратите большие деньги? Мы смотрели, как «Зенит» играл с «Бенфикой», да. Там ни одного игрока не выделишь, который бы к основе мог подойти. Ни одного нет. Был вот Мусаев, да, и того закопали. Вы имеете в виду молодежную команду? Да, молодежную. Ну, выделить никого нельзя. Ну, никого, все одинаковые. Это о чем говорит? О том, что школа не работает. Она, во-первых, не ищет селекционных звездочек. Во-вторых, она просто не работает. Эта Академия огромная. Посмотрите, какие условия сделаны. Да это позор. Условия шикарные. Это просто позор для всего Петербурга, что у нас не стало вот этих игроков, которые были, которыми мы гордились. Она отдалилась от зрителей. Это же видно. Как, Владимир, Дзюба такой яркий, с такой энергией играет. Он же не зенитовец, он же не коренной зенитовец. Он Спартаковец. А мы хотели-то видеть своих, и хотим видеть своих, да, и на своих всегда ходили. Ведь всегда ходили на своих смотреть. А вот Дзюба, а, кстати, я вспомню, как Дзюба пришел, он поначалу свистели. Ну, Спартаковец пришел. Как вы считаете, в какой момент Дзюба стал своим для Питера, если вообще стал он? Он, знаете, стал своим, когда заиграл стабильно. Он, уверенность появилась у него, особенно после сборной, да? И все это, конечно, импонирует зрителю. Вот Дзюба, ты был ленинградским хулиганом. Так. Обижает тебя, что сейчас в зените нет практически своих питерцев, а главный герой Спартаковец Дзюба? Я вам так скажу. Наш город славен своими традициями. Наш город славен своей сплоченностью. Наш город еще обязательно покажет тебя. Насколько я слышал, что у нас появится новая система легионеров, да, и вот тут, конечно, с лимитом что-то связанное, и вот тут, конечно, наши питерские получат шанс. Но не забывайте, пожалуйста, про Михаила Киржакова, очень вас прошу. Коха. О, как правильно сказал. Зенит чемпион? Зенит не то, что чемпион, это клуб номер один. Зенит чемпион. А если Дзюба уйдет, Зенит остается чемпионом? А это уже как Зенит сыграет без Дзюбы. О, смотри, помнишь песни? Что тебе снится, крейсер Аврора? Да, Аврора символ революции, хоть она и стреляла холостыми, а переворот, перестройка вообще страны, эпохи началась именно с нее, да, с этого... С этого выстрела, да, от сигнала к штурму Зимнего. Корабля, можно сказать, боевого, который здесь теперь стоит. Так можно сказать, что... И никуда не сдвинется отсюда. Так Дзюба тоже никуда не сдвинется, потому что уход Дзюба и Зенита – это будет той же революцией. Для футбольного клуба, для игрока, потому что новое придется место искать. Но, скорее всего, до этой революции, до футбольной не дойдет. И скоро нам объявится заключение нового контракта. Скорее всего, будет контракт 2 плюс 1. Сумма останется прежней – 3,6 миллиона евро в год. И, в общем-то, в Зените ничего не поменяется, разве что у Читы Симаков появится еще один ребенок. Альбинос. На этот раз африканский альбинос. Ну, а Дзюба проведет здесь сколько? Ну, 2 года, может, 3 года. Кстати, говорят, что его могут даже место в клубе дать, то есть он может еще 10 лет прожить. Ну, в Китай он вряд ли уже уедет. Захочет – уедет в Москву. А Аврора, Зенит – они останутся здесь всегда. До Дзюбы, после Дзюбы. Ну, и Хоха, конечно. Не зря же он просыпался. Что тебе снится, Кресель Аврора? Сейчас, как раз встает, над ней воет. Что тебе снится? Вовчок, Союз, знаменит, Ленинградский наш зенит. Зенит! Зенит! А еще, знаете, какая есть? Я хочу ребенка, но это, ладно, не важно. Вечер Аврора Сейчас тогда Расстает над ней воет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова